К суде подключается Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана. Доброе утро, Расим Мялим. Доброе утро, Лили. Итак, переговоры в Алматы можно считать уникальными, ведь представители Азербайджана и Армении впервые вели обсуждение без посредников. Как вы считаете, какова значимость этих переговоров и как бы вы оценили их исход? Ну, вообще-то эти переговоры без посредников продолжаются уже не первые. То есть мы ведь, ну, сам документ между Ереваном и Баку передается, это уже, по-моему, девятая версия, без всяких посредников, то есть работают наши МИДы напрямую. Ну и в Берлине там ведь тоже не было посредников, просто были хозяева дома, ну, в лице главы МИД ПРГ Аннелина Бербак, но и там переговоры шли напрямую. Важно то, что, ну, хотим, не хотим, все же, когда эти переговоры идут на территории крупной, либо европейской державы, либо Соединенных Штатов Америки, либо России, так или иначе, влияние этих держав на процесс переговоров достаточно заметно. В этом смысле Казахстан представлял собой действительно нейтральную переговорную площадку, в котором хозяева оказывают добрые услуги, но, в общем, они в процесс переговоров никоим образом не вмешиваются. Ну, я приветствую, конечно, эти переговоры, и я хотел бы обратить внимание на тот факт, что, ну, Франция долго отмалчивалась от того, как идет процесс переговоров, значит, стороны находили возможность для сближения, это вот началась уже делимитация и демаркация границы, ну, и, наконец, я думаю, что там, ну, с реалями надо считаться. И Франция точно так же понял, что, ну, держаться в стороне и не выражать поддержку этому процессу, ну, ставит ее просто, ну, глупое не хочу сказать положение, но положение не совсем приличествующее державе с таким опытом, с таким положением, каковым является Франция. Мы видим, что и Соединенные Штаты Америки, и Россия, и Франция, то есть все бывшие сопредседатели Минской группы приветствовали прямые переговоры между сторонами в Алматы. Как мы знаем, Париж долгое время придерживался именно достаточно деструктивной позиции. Вы сказали, что, наконец-то, они начали мириться с реалиями. Как вы считаете, почему это начало происходить сейчас? Ну, потому что эти переговоры достаточно успешно двигаются. То есть если провалились бы, там говорили, вот, без нас ничего не получится, обязательно должны быть большие дяди сидеть за столом переговоров и несмышленыши в виде новых независимых государств подводить каким-то решением. Ничего подобного. В конце концов, ну, Азербайджан давно свою субъектность, как государство подтвердил, и не нуждается ни в каких опекунах. Ну, и Армения поняла, что, ну, да, есть Франция, которая вроде бы за нее что-то там говорит. Но это не приближает ни мир, и не обеспечивает никакие национальные интересы, а чьи-то внешнеполитические амбиции обслуживает. Поэтому и там поняли, что, да, лучше разговаривать с Азербайджаном напрямую. Хотя до последнего Армения все время хотела иметь за столом переговоров каких-то гарантов. Никаких гарантов не будет. И мир с соседями лучше заключать напрямую. Потому что любой внешний игрок всегда, ну, пытается для себя что-то из этих переговоров, из-за этого примирения какие-то собственные интересы обеспечить. Зачем нужна эта сторона? Лучше напрямую. Так что это есть понимание сегодня и в Армении. Ну, я думаю, что все те державы, которые привыкли 30 лет играть с карабахским конфликтом для того, чтобы какие-то свои интересы в регионе проводить, поняли, что игра закончилась. Я хочу просто напомнить, что год тому назад помощник президента Ихмед Гаджев на встрече с порубежными журналистами произнес эту фразу. Game over. Игра закончилась. Дальше уже никто в нашем регионе манипулировать этим конфликтом не будет состоять. Вы также отметили заявление других держав. Интересно, что поддержку алматинской встречи выразили США и Россия, впервые заняв относительно схожую позицию по вопросу переговоров между Азербайджаном и Арменией. Как вы считаете, о чем это говорит? Ну, это говорит, что и Азербайджан, и Армения на правильном пути. То есть наше решение вести переговоры напрямую отвечает реалиям. И в этом смысле пользуются поддержкой. Ну, в конце концов, все понимают, что наш регион достаточно сложный для того, чтобы сюда еще бензин подливать и чтобы оставались очаги возгорания. Ну, тем более, что если посмотреть на внутриполитическую ситуацию, я уже не говорю внешне, да? На севере война, Россия воюет. На юге Иран тянут в комплект ближневосточный. Ну, и у нас в регионе тоже не совсем спокойно. Вы посмотрите на внутриполитическую ситуацию и в Грузии, и в Армении. Так что в этом случае поджигать еще и межгосударственный конфликт военный – это безумие. То есть это парализует полностью регион, все его коммуникации, все его возможности. Поэтому, да, мы наблюдаем поддержку от больших держав, от электирных держав процессу мирного урегулирования. Я думаю, что это должно отразиться и в том числе и на темпах завершения этого процесса подписанием мирного договора. Что интересно, именно, какой интересный момент в заявлениях с российской стороны – это то, что проведение встреч в западных столицах не вызывало такого же одобрения со стороны Москвы. Как вы считаете, выходит, позиция России относительно этого вопроса изменилась? И если да, то почему? Ну, понятно, что ревностно воспринимала Россия, что она привыкла рассматривать постсоветское пространство, государство по периметру своих границ, как сферу своего эксклюзивного влияния. И когда процесс урегулирования конфликта переходил то в Брюссель, то в Вашингтон, даже в Берлин, это вызывало негативную реакцию у Москвы. В этом смысле даже, допустим, Тбилиси, который чисто географический, да, она в регионе, она, в общем, имеет добрые отношения с Азербайджаном и с Арменией. И, казалось бы, ну уж, если искать место, где эти переговоры проводить, Тбилиси идеально. Но нет, в общем, в Москве также казалось, что Тбилиси и Грузия находятся слишком близко к Западу и даже не имеют сейчас дипломатических отношений с Россией, достаточно сложные отношения Грузии и России. Что в этом смысле, конечно же, Казахстан, который является союзником и России, и Армении, в рамках Евразии, СОДКБ, но вместе с тем является, ну, союзниками Азербайджана в рамках организации тюркских государств, ну и традиционно Азербайджан и Казахстан связывают очень близкие братские отношения. В этом смысле Алмата показалась идеальной площадкой и для России, но она совершенно подходит и для Азербайджана, и оказалась после визита президента Казахстана Такаева в Ереван, ну, в общем, и Армения подтвердила, что готова вести переговоры на площадке Алматы. И я хотел бы напомнить, что Казахстан ведь не в первый раз в такой позиции. Я хотел бы напомнить, что в свое время первую инициативу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта проявил Ельцин Назарбаев. Они приезжали в Азербайджан и продвигали мирную повестку. Алмата являлся, астанинский процесс, сирийское урегулирование, тоже в значительной степени пресекало на Казахстане. Так что в этом смысле выбор, я думаю, что оказался очень удачным. Мы наблюдаем некоторые изменения в позиции России, но также возникает вопрос, готовы ли западные державы действительно уже поступить со своими амбициями насчет Южного Кавказа? Нет, я думаю, что амбиции будут сохраняться, но ведь не обязательно все амбиции реализовывать посредством разжигания или манипулирования конфликта. Да, это достаточно удобный инструмент, позволяет ничего не давать взамен, но приобретать возможность направлять государство, которое нуждается в твоей внешнеполитической или военной поддержке. Да, но, тем не менее, и Россия, она же сосед, никуда не денется. Так или иначе, влияние России на Южном Кавказе стереть или, скажем, отстранить невозможно. Точно так же Европа. Европа является, в данном случае Евросоюзом, самым важным торгово-экономическим партнером, источником инвестиций, современного менеджмента, культуры, образования. И никуда она не денется, и ее влияние в регионе, безусловно, останется. Никуда не денется и влияние Соединенных Штатов Америки. Это супердержава, чьи влияние распространяется по всему миру. Так что при всех случаях у великих держав возможность продвигать свое влияние в регионе остается. С той же разницей, и это очень хорошо, если это будет осуществляться не через разжигание и манипулирование конфликтов. Вот этой частью, скажем, работы Азербайджан справился. Конфликтами здесь никто манипулировать далее не сможет. Расим Мялим, также можно отметить, что в Армении проходят митинги, которые совпадают с прогрессом, который мы можем наблюдать в переговорном процессе. Как вы считаете, может ли это негативно отразиться на тех успехах, которые мы наблюдали до сих пор? Я думаю, что уже отразилось. Очень плодотворные были двудневные переговоры в Алматы. И я думаю, что если бы не этот поп-провокатор, который мучит народ на ровном месте, потому что жители приграничных армянских сел в Тавушском районе той делимитации и демаркации границы, которая практически была осуществлена, свое такое уж большое недовольство не выражает. Наоборот, успокоились и все занимаются своим делом. А этот организовал марш на Ереван. И уже и жители этих деревень оказались забытыми. Стоит вопрос. Пашинян должен уходить. Почему он должен уходить по призыву человека, который вообще-то должен заниматься нравственностью, своими прямыми обязанностями пастора духовного и вмешивается в политику, не имея на это ни опыта, ни каких-либо, скажем, полномочий, что ли, и права? Потому что духовное лицо не должен делить свою паству, чем занимается, к сожалению, вот этот человек. Ну, я думаю, что сами эти митинги так или иначе, по крайней мере, сковывали армянскую делегацию за столом переговоров. Скорее всего, можно было продвинуться в этих переговорах дальше, подойти совсем близко, парафирование документов. Но, посмотрите, значит, по итогам переговоров Алматы и Азербайджанский, глава МИД и Армянский сказали, что переговоры были полезными, позитивными, но о каких-то результатах объявлять не стали. И я думаю, что это является одним из, скажем, результатов того, что, ну, глава МИД Армении не хотел, чтобы использовали, ну, подобного рода переговоры и продвижение переговоров для того, чтобы разжигать страсти на площадях Ерева. Асим Мялим, как вы считаете, какие вопросы остаются неразрешенными и которые представляют именно принципиальную значимость для обеих стран в рамках, наконец-то, заключения всеобъемлющего мира? Лилия, ну, насколько я могу судить, все основные вопросы, которые служили препятствиям, уже сняты, ну, практически, посмотрите, Армения все время, ну, настаивала на том, что в документе должно быть отражено положение права карабахских армян, нет уже этого, мой вопрос. Вопрос был очень сложный, это эксклава-анклава азербайджанские, по ним тоже достигнута договоренность, что да, вот 4 вернули, а 4 в процессе делимитации будет найдено свое решение. За основу принята Алматинская декларация в отношении определения границ. Тоже договорились, и этот был спорный момент. Очень спорный был момент, это стремление Армении вытащить в этот документ, еще и чтобы вам говорить, каких-то гарантов внешних. Азербайджанов клонил, и все поняли, что никаких гарантов не будет, их нет и за столом переговоров. И, наконец, оставался вопрос открытия коммуникации. Вот этот вопрос, как бы договорились, ну, в самом общем виде обозначить документы, конкретно нет. Но посмотрите, по итогам переговоров, глава МИД Армении заявил о том, что можно продвинуться и в вопросе открытия коммуникации, что это очень важно. Ну, может быть, я думаю, что по этому моменту, да, стороны заинтересованы в том, чтобы открытие коммуникации, но есть вопрос последовательности, характер контроля, значит, все эти вопросы пока еще открыты. И переговоры будут продолжаться еще. Но, смотрите, президент Азербайджана впервые заявил о том, что мы никогда так близки не были к тому, чтобы выйти на подписание мирного договора с Арменией. И не исключил, что это будет сделано до, значит, проведения в Азербайджане КОП-29. Такую же поддержку и позитивное отношение заняло Великобритания, Турция, Соединенные Штаты Америки. Есть общая поддержка. Я думаю, что этот процесс действительно может в осени завершиться подписанием вот этого рамочного соглашения. И суть его одна, и она вполне очевидная. Под конфликтом, под военной ее составляющей подводится черта. А дальше, да, очень много вопросов, которые еще нужно решать, договариваться, принимать различные соглашения. У нас в соседней Грузии, с Россией, ну, наверное, около ста различного рода есть соглашений, договоров и прочих вещей, которые регулируют всю гамму отношений между государственных. Так что я думаю, что работа еще предстоит большая, но черту под войной нужно подводить. Благодарю вас, Расим Мюсабеков, спасибо, что подключались к нам, спасибо, что уделили нам время. А я напомню, что на прямом подключении со студией был Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана. Расим Мюсабеков, депутат парламента Азербайджана. Расим Мюсабеков, депутат парламента Азербайджана.